Всем добрый вечер. Как у вас дела? Окей, ну давайте. Хорошо. Чего мы здесь собрались? Кто впервые в Android Academy здесь есть? Классно. Классно, что много кто не впервые. Да. Ну, я думаю, если большинство знает, то мы не будем делать такую большую ступительную часть. Я расскажу немножко о себе. Меня зовут Кирилл, я Android-разработчик компании EPUM. Android – это моя работа, хобби, тире жизнь, тире, в принципе, большую часть, чем всего я занимаюсь. Вот. Также я люблю очень контрибьютировать в сообщества, такие как вот GDG Минск, в Android Academy. Также я очень люблю делиться всякой информацией и веду свой собственный канал в Телеграме. Присоединяйтесь, там достаточно много полезной инфы, стараюсь не спамить. Также мне хотелось бы выразить благодарность компании EPUM, благодаря которой может все это состояться. Они нас поддерживают, они наши партнеры. Давайте им поаплодируем. Ну и также наш бессменный партнер. Крутые и классные ребята из Space. Давайте им вообще вот сильно-сильно. Окей. Круть. Да. Что, в принципе, из себя представляет Android Academy? Мы как бы отделение большой компании, которую создал Йонатан Левин по всему миру. Делает большую экспансию. Мы собираемся здесь в Минске. Ее организовываю я и Паша. Паша. Да. Но мы очень рады будем вашей помощью. Если у вас есть желание сделать с нами это вместе, можете найти нас, подойти. Дождитесь только, когда я закончу выступать. Не надо во время сейчас прямо подходить. Мы обсудим с вами все, вложим ваши силы в правильное русло и сделаем Android Academy еще круче. Вот. Также у нас есть программа менторов. То есть, если вы не готовы, например, сразу все организовывать, хотите взять немножко пониже, то у нас есть менторы. Ребята, которые очень активно помогают людям, которые изучают Android, не останавливаться, когда они заходят в какие-то тупики с вопросами, решать их проблемы, догружать их чем-то. Ребята, менторы, кто здесь есть, отзовитесь. Здесь Паша. Саша. Ну, практически Паша. Извини. Да, ребят, на самом деле мы очень это ищем, и делиться знаниями – это очень круто. Так что присоединяйтесь к этой программе тоже. Вот. Что еще вам нужно сделать, чтобы сегодня все у вас прошло очень хорошо? Ну, это, во-первых, зарегистрироваться на всю эту лекцию. То есть, для нас очень важно, чтобы вы регистрировались, чтобы мы понимали, сколько людей ходит, сколько это посещает. Регистрация абсолютно бесплатна, но это нам очень важно. Поэтому не забывайте это делать перед занятиями. И когда приходите сюда, там есть прекрасная Даша. Даша. Она помогает отмечать нам вас. Есть ребята-администраторы, которые тоже очень активно этим занимаются. Вот. Также, чтобы не пропускать все новости, вступайте в наш Slack. Он достаточно простой. Вот. Плюс те, кто хочет быстрее меняйти по презентации, могут уже ее открыть. Давайте только не спойлерить. Давайте теперь к теме ближе. Сегодня мы поговорим про мегапоточность и вообще, в принципе, как все это работает в Android, и какие тонкости с этим есть. Наши устройства сейчас, это, в принципе, экраны, экраны, по которым мы вечно тыкаем. Но каждое прикосновение к экрану вызывает, на самом деле, очень большой шквал событий. То есть это передача в систему, обработка приложений, отрисовка эффектов, прочее. То есть очень-очень много работы. И Android это все обрабатывает, и в конце это доходит до вашего приложения. И все это уходит в главный поток. То есть в один-единственный поток, который загружается вечно. Но как бы если бы это была только одна часть, то, что происходит в приложении, то есть просто ваши ивенты бы туда, касание до экрана доходили, это было бы не так страшно. Но все-все-все по умолчанию идет в UI поток. Это страшно. Что нам нужно делать? Если мы хотим делать плохое приложение, мы ничего не делаем и получаем кучу проблем. Анеары, эксепшены, всякие проблемы с UI, то, что у нас начинает тормозить, и скипаться фреймы. Например, Android 9 анеаров больше не показывает, он просто падает. Стало все веселее. Вот. И на самом деле это очень важно, потому что сейчас Google Play, он перенасыщен приложениями. И если ваше приложение делает что-то, в принципе, стандартное, и делает это не очень хорошо по сравнению с конкурентами, человек соберется, скачает себе, установит другое приложение, вашему поставит единицу и убежит. Все. Неприятно. Особенно потерять аудиторию очень легко. Вот. Поэтому что нам нужно делать с главным потоком? Какие идеи? Да, нам нужно его разгрузить, чтобы он не был в таком кореле. То есть нам нужно его каким-то образом защитить от всяких внешних воздействий. Ну и нам нужно, соответственно, как-то с него уйти. Уйти путей куча. То есть я думаю, про всех них рассказывать я не буду, потому что большую часть из них мы покрыли в курсе Fundamentals. Это было две лекции. Одну проводил я, одну проводил Сергей. Он даже здесь. Если у вас будут к нему вопросы, он у них ответит. Серега, ты где? Серега, вон. Да. Про что еще хотелось бы поговорить? Это, наверное, про что мы не говорили. Это про библиотеки, которыми пользуются со стороны. Кто пользуется третисторонними библиотеками? Ладно, было бы проще спросить, кто не пользуется. Да, на самом деле сейчас мало кто использует что-то стандартное. То есть все используют, прям лезут сразу в GitHub, как мне запустить мою задачу на фоновом потоке. И как бы ему приходит ответ. Вот. Но давайте мы сначала поговорим про самые базовые концепции. Чем закончится исполнение этого кода? Кто знает? Упадет. Крэш. Я пытаюсь модифицировать UI на не UI потоке. То есть все как бы печаль. Поэтому мне нужно, соответственно, вернуться на main поток. Способы два. Стандартных, достаточно простых. Это activity run on UI thread и view post. Чем они отличаются? Давайте попробуем копнуть, вообще понять, что там происходит. То есть если мы делаем пост, у нас как бы все становится хорошо, все работает. Вот. Ну, где там магия? Где там волшебство происходит? Как это все начинает складываться? Давайте залезем немножко в исходный код. Это взят исходники из андроида. Я их перевел в Kotlin. Kotlin не должен быть ни для кого проблемой. Надеюсь, дай бог, не проклинайте меня. Вот. В чем, вот смотрите, то есть мы видим, есть какой-то волшебный хендлер, который проверяет, что если у нас не UI thread, он его куда-то постит на какой-то волшебный хендлер. Окей, хорошо. Давайте посмотрим, как работает view. В принципе, если посмотреть, то опять какой-то идет хендлер того же самого типа. Типа, что за магия? Вот. Ну и тут как бы есть такое трио в андроиде. Хендлер, лупер и месседж-кью. В чем их особенность? У каждого есть своя роль. Хендлер, он является таким обработчиком сообщений для общения с лупером. Лупер – это некий обработчик очереди сообщений. То есть ему приходит что-то на вход, он по очереди одно за одним это обрабатывает. То есть у него нет никакой многопоточности, он самый простой. Вот. Потом есть какие-то, конечно, месседжи, которые можно отправлять. Месседж – это довольно простая сущность, она состоит, она бывает двух типов. Первая – это data-тип, то есть в ней какие-то просто засунуты простейшие примитивные данные, то есть которые можно сериализовать в андроиде. Это примитивные типы андроидовские, либо бандл. Вот. Есть еще обжект, но обжект – это должен быть, опять же, сериализуемым андроидом. Если вы попытаетесь какой-нибудь впихнуть объект, который не реализует, там, сериалайзабл или парселабл, или не является каким-то примитивом, живовым, у вас будет крэш. То есть так, что тоже не стоит особо обольщаться. Вот. Создаются data-месседжи таким вот путем, через Optane. Почему через Optane, а не через конструктор? Кого-нибудь есть идеи? Зачем ты приходил? Ты все знаешь. Ладно. Да, на самом деле, месседжи, то есть, в принципе, все стандартные потоки в андроиде, они работают по принципу хендлера. И если просто каждый раз создавать новый месседж, у вас out-of-memory будет намного быстрее происходить. Поэтому суть, в принципе, как во многих местах андроида, происходит то, что у вас какой-то пул сообщений создается, он обрабатывается, те сообщения, которые уже обработались, они не уничтожаются системой, а складываются в этот пул и потом достаются, когда вы их запрашиваете. То есть, если в пуле не хватает уже сообщений, он начинает создавать новые и, соответственно, тоже их дорабатывать. То есть, ну, таким образом позволяется дойти до какого-то количества сообщений, которые, в принципе, при какой-то активности будут уже фиксированы, мы не будут размножаться. Вот. Месседж можно создать через конструктор. Там есть лазейка, но не делайте этого. Будет больно. Вот. Второй вариант месседжей, он довольно простой. То есть, в нем просто запихивается какой-то runnable, то есть, который вы хотите исполнить. Просто произвольный код. Тоже он создается через obtain, туда нужно передать хендлер и какой-то runnable ваш. То есть, туда можете что угодно, но, опять же, тоже не стоит перенагружать. Давайте теперь попробуем посмотреть, как этот механизм весь устроен, если соединить это все с многопоточностью. У нас есть какой-то поток абстрактный. Чтобы все наш механизм хендлер луперов заработал, к нему должен быть приатачен лупер, то есть, соединен с ним. Ну, соответственно, если мы создали лупер, у него автоматом появляется какая-то месседж-кью, то есть, в которую будут загружаться наши сообщения и обрабатываться. Теперь мы хотим что-то туда загрузить. То есть, для этого нам нужен хендлер. Да. Вот. У нас появляется какой-то хендлер. Он может быть создан в любом потоке. Вообще, он никак с этим не связан. Он где угодно может лежать. Мы там создаем сообщение и отправляем его в нашу месседж-кью. Вот можем второй хендлер сделать. И опять же отправить какое-то сообщение в наш месседж-кью. Далее идет работа лупера. То есть, лупер понимает, что в очереди что-то появилось, видит это и начинает, соответственно, обрабатывать и отправлять результат в хендлер. Говорит, что все, наобрабатывай, сейчас твоя очередь. Когда произошла обработка, он, соответственно, обратно отправится. Дальше лупер идет снова по очереди и происходит примерно такой же процесс. И, соответственно, пока это все не заканчивается, это происходит. То есть, тут, как видите, это что-то подобие конвейера. Кто-то загружает, лупер обрабатывает и отдает обратно. Давайте теперь попробуем посмотреть, как все это можно завести самим. Создадим поток. Я его назвал лупер-трет. Я переопределяю его метод run и там делаю две операции важных. Первая операция – это подготовка лупера. То есть, это, грубо говоря, инициализация его для этого потока. То есть, что происходит под капотом? Под капотом создается новый лупер с системой. Он нам явным образом недоступен для создания. Он соединяется с этим потоком, потому что отношение… То есть, у лупера есть какой-то поток, и изменить его нельзя. Все, они соединены навсегда. И потом нам нужно вызвать лупер-луп. Луп – это запуск бесконечной петли по этому потоку. Почему этот метод никогда не выходит? Если он выйдет, то как бы поток сразу остановится. Потому что потоки, они одноразовые. То есть, оно как заканчивает выполнение, дальше никакой работы не происходит. Следующим шагом нам, чтобы работать с этим лупером и с этим потоком, нам нужно создать наш собственный хендлер. Хендлер создается довольно простым образом. То есть, вы можете создать его старым образом, либо через лямбу новомодным. Единственное, что в конце вы всегда должны возвращать буллиновский флаг, обработали ли вы сообщение или нет. То есть, это нужно для корректной работы системы хендлер-лупер. Также вы можете хендлеру жестко задать, с каким лупером он должен работать. По умолчанию он будет пытаться взять лупер из текущего потока. И как раз-то, если у вас в текущем потоке нет лупера, то есть у вас обычный поток, к нему не присоединен лупер, будет крэш. Довольно популярная такая ошибка. Поэтому будьте очень внимательны, когда вы создаете хендлеры на фоновых потоках. Теперь нам нужно отправить в наш поток сообщение. Что мы делаем? У нас есть наш поток, мы его запускаем, он проинициализировался. Потом у нас идет создание хендлера, мы его соединили с нашим лупером, отправили ему пустое сообщение. Потом, соответственно, это сообщение придет нам в коллбек, и в коллбеке мы просто проверяем его, обрабатываем, что-то делаем. В принципе, все. Вот то, что отправлял пустое сообщение, аналог его будет полностью сделать то же самое. Просто в хендлере есть там всякие сокращения, методы сокращения для упрощения того, чтобы вам не делать кучу лишней работы. Если вы хотите выполнить какой-то таск, а не data message, в принципе, алгоритм аналогичный, только единственное, что вы сразу постаете с каким-то коллбеком, вам свой собственный коллбек в хендлере переопределять не нужно. Вот. Message, опять же, можно поменять и сделать таким образом. То есть все довольно банально просто. Да, что очень важно, как я уже говорил, еще раз резюмировать, не стоит создавать месседжи через конструкторы, потому что нужен очень важно использовать механизм пула стандартный из системы в плане того, чтобы не выйти за пределы памяти. Когда вы оканчиваете работу с вашим потоком на основе, построенного на основе лупера, вам обязательно нужно вызывать либо quit, либо quit safely. Они отличаются тем, что quit сразу останавливает выполнение очереди, даже если у вас там что-то остается, он просто все это игнорит. Quit safely, он перестает принимать что-то либо новое в очередь, но обрабатывает все до конца, что там было. То есть тут опять зависит очень от контекста вашей задачи. Код, который я, в принципе, написал, писать его каждый раз будет не очень интересно, либо даже писать какую-то библиотечку, в которую вы все включите. Поэтому в стандартном SDK есть реализация, называемая Handler Thread, которая делает практически то же самое, что я описал, то есть чуть-чуть широким более API. Ну и опять же еще раз важное замечание в плане того, что хендлер может быть создан с дефолтным конструктором только в потоке, где есть лупер. Если у вас его нет, он упадет, просто потому что лупер вернется на лу. Я с таким сталкивался несколько раз, были печальные последствия. Если не знаете этого, будете долго копаться. Вопросы? Да. Сейчас. Я правильно понял, что true-false мы возвращаем, потому что все сообщения из лупера отдадутся всем хендлерам, которые привязаны к этому? И нам нужно просто выбрать свой месседж в хендлере? Нет, сообщение связано с хендлером. То есть там, когда мы даже создавали сообщение, он там привязывался к хендлеру. То есть мы когда делаем obtain, мы передаем хендлер, который связан с ним, и передаем, соответственно, уже данные и прочие, которые там в зависимости от типа сообщения. Да, но зачем нам true-false возвращать? То есть я так понимаю, что он может не тот месседж нам отдать, и нам нужно удостовериться, что это, собственно, тот месседж, который мы хотим обработать. Насколько я знаю, он там это использует внутри под капотом. То есть он по хендлерам не пойдет другим. То есть потому что хендлер жестко привязан. То есть суть, что он не уйдет в другой какой-то волшебный хендлер. То есть если, например, у вас есть один поток, вы создали несколько хендлеров вообще в несвязанных местах, за другом этот поток постоянно что-то пулите, из одного потока в другой дойти не может. Нет, в смысле, а если к одному потоку, к одному лутеру? Я понимаю, да, но просто хендлеры могут быть где угодно, в каких угодно потоках и не связаны друг с собой. Они не дойдут друг к другу. Там под капотом этого есть волшебный механизм, о котором, честно, я так уже толком не помню. Скажу спасибо. Но там не стоит бояться, то есть оно должно быть изолировано. Окей, так, давайте дальше. На самом деле вот хендлер-трет, это была последняя тема, которую мы не раскрыли в плане стандартных средств многопоточности, я имею в виду, если брать курсы в Android Fundamentals. Но когда я в Android Fundamentals рассказывал о многопоточности, мне очень хотелось с вами поделиться RxJava и корутинами. Я не смог удержаться и сделаю это сейчас, наверстая все упущенное. Говорить мы будем про RxJava 2. Про RxJava 1 я не вижу смысла говорить. Она раньше поддерживалась параллельно с RxJava 2, но уже, я не знаю, там в конце прошлого года ее точно уже все, прекратили поддержку и она не развивается. Так что будем говорить о современных вещах. Вообще, откуда родилась RxJava? Есть такой паттерн-абсервер. В чем его идея? Идея в том, что у вас есть какой-то объект, который каким-то образом может у вас уведомлять о изменении его. То есть, например, что в нем появились новые данные, или их поменяли, или произошло какое-то событие. То есть, ну, в принципе, такая штука. Если посмотреть на его схемку, выглядит это примерно так. То есть у вас есть абсервер, у вас есть какие-то реализации, есть какие-то классы, которые на него подписываются, слушают его и, соответственно, получают ивенты. В чем проблема была этого паттерна? Проблема в том, что мы не можем понять, когда не будет больше ивентов. Мы не можем понять, что, возможно, произошла какая-то ошибка, и мы ее не обработали, а там что-то происходит уже не то. То есть какой-то консистентности окончания этих ивентов очень сильно не хватало. Плюс, опять же, он очень банальный, он может вам что-то доставлять, и каким-то образом с этими данными вы работать не могли. Ребята из реактив-тимы, там на самом деле реактив-спецификация довольно широкая и существует реализация во многих языках, и до Java она была очень популярна во всяких C-шарпах, впрочем. В Java это принесли ребята из Netflix. Они очень начали ее в 2012-2013 году, они все сервисы начали у себя на это переводить. В чем суть вообще реакции сводится? То есть у вас есть какая-то временная линия, и на нее и у вас когда-то приходят данные, то есть какие-то ивенты. Я не знаю, это может быть уведомление о новых сообщениях, что-то другое, что-то прочее. Когда-то этот стрим кончается. Если кто-то из вас имел дело с RxJava, они, в принципе, должны были видеть что-то подобный график. Если будете иметь дело, то обязательно его увидите. То есть эти кружочки, линию, полоски. Вот. Есть еще второй такой график, он с крестом в конце. В чем отличие? То есть, ну, отличие минимальное, то есть просто один заканчивается хорошо, что он говорит, что ничего в конце не будет, второй говорит, что у него произошла ошибка. И тоже как бы ничего не будет. Главные классы, которые есть в Rx, их на самом деле всего лишь ничего, четыре. Это observable, то есть непосредственно та сущность, которая генерирует ивенты. Observer, тот, который эти ивенты принимает. Disposable, тот, который отвечает за связь между observable и observer, и может прекратить эту связь, то есть отменить запросы, заканцелиться. Ну, еще есть сабжекты. Сабжекты, они немножко на грани. Мы позже рассмотрим примеры, и вам станет все понятней. Давайте попробуем посмотреть API. То есть API достаточно простой. Тот же observable, если рассмотреть, он вообще минималистичен. То есть у него один метод такой значимый. Вот, все. Subscribe. И observer передается. Ну, как бы есть еще вариации его более простые, то есть потому что absorber — это интерфейс, который состоит из четырех методов, то есть поэтому не всегда это удобно. Мы все любим функциональное программирование, лямбды, и, соответственно, есть разные вариации этого метода. Но по сути это все одно и то же. Метод absorber. Вот тут уже становится интереснее. У него есть четыре метода. Первый — это onSubscribe. Это метод, который вызывается, когда у вас происходит подписка на ваш observer. Observable, извините. И, соответственно, вам передается disposable, с помощью которого вы можете прекратить, то есть остановить observable от подачи ивентов, то есть что вам больше как бы не нужно. Все, остановись. Потом есть onNext. Он вызывается каждый раз, когда поступают новые данные. Есть onError и onComplete. OnError и onComplete. Они сообщают о завершении потока и, соответственно, говорят о том, что успешно ли все завершилось и больше ивентов просто не будет или произошла какая-то ошибка. Вызываться они могут разное количество раз. OnSubscribe вызывается точно один раз. OnNext может вызываться, может не вызываться и может вызываться сколько угодно раз. OnError или onComplete, один из них только вызывется один раз. Надеюсь, что onError у вас будет выживаться реже. Disposable. Это интерфейс для связи с observable, чтобы иметь возможность отменить подписку. В нем как бы два простых метода. Dispos, который может отменить подписку и isDisposed, который просто проверяет, была ли она отменена. Если посмотреть какой-нибудь простой пример использования, выглядит это все довольно интересно. У вас есть observable, вы его получаете каким-то образом. Я этот процесс пропустил пока, нам это не столь важно. Вы подписываетесь, передаете туда absorber и каким-то образом реализуете все эти методы. Реализовать их все очень непросто. Вместе, еще когда это у вас будет таким большим кодом, внутри прям развернуто, есть реализации попроще. Например, есть реализация, которая позволяет вам просто передать тот ивент, который будет вызываться на onNext каждый раз. Например, вам остальные неинтересны. То есть там onComplete, onError вам неинтересны. Проблема только что будет, что если у вас вызовется onComplete или onError, у вас будет... На onComplete не будет crash, а на onError будет crash. То есть ошибки должны обрабатывать. А onComplete он позволяет скипнуть. Я не знаю, почему такая политика. Ну, так вот было сделано. Вот. Если вы используете более простые реализации, у вас в результате будет возвращаться disposable, с помощью которого вы можете все это отменить. Вот. Если посмотреть на таймлайны, то примерно потом в итоге у вас будет происходить такая картина. Вот. Да. Самое важное во всех обсерваблах еще понимать два их типа. Есть холодный и горячий обсервабл. Отличаются они тем, что холодный начинает эмитить данные только после того, как на него подписываются. До этого он просто простаивает. горячий же начинает их сразу эмитить, независимо от того, есть ли у вас подписчик, либо нету. Печаль. Ладно, тогда поехали. Да. Самый хороший пример горячего обсервабла, это будет, например, если вы создаете обсервабл, который получает тач-евенты с экрана. То есть, ну, на самом деле, он не зависит от того, есть подписчики, нет подписчики, он ивенты постоянно генерирует, потому что пользователь что-то делает, какие-то ивенты приходят. Холодным обсерваблом может быть, например, я не знаю, подписывание на обновление какого-то, каких-то данных. Например, просто если вы не подписаны, смысл что-то их делать, ну, смысл что-то с ними производить, если вы, никто в этом не заинтересован. Вопросы? Сейчас мы дойдем по очереди. Окей, так. RxJava, оно как бы крутое решение было очень, за счет чего оно получило свою популярность, как бы, ну, не из-за того, что я рассказал, не из-за того, что он, типа, умеет там следить за окончаниями красивым стримов данных, впрочем, все ее начали втягивать, потому что с ней просто работать с потоками. То есть все, никто не любил Callback Hell. Я не знаю, кто тут разрабатывал до 2013-го на Андроиде? Поднимайте руки. Помните эту боль? Вот эти Callback'и, и как бы, ну, на самом деле, нормальных решений по многопоточности управления в Андроиде только стандартные были там ассингтаски, либо какие-то, либо примитивы из Java, но они были не очень хорошо адаптированы, на самом деле, такое, было костыляние, и RX Java тут как бы просияло светом, и на самом деле все ее начали за нее активно втягивать к себе. Одной из ее фичей, почему она стала популярной, это были операторы. То есть у вас есть какой-то оператор, самый простой, возьмем мап, и он может преобразовывать ваш стрим. То есть когда у вас происходят какие-то данные, он ваши одни приходящие данные сразу преобразует в другие и выдает вам. То есть вам в этой цепочке можете какую-то сделать там нереальную штуку. Я не знаю, вот я видел цепочку, по-моему, длиной в 11 операторов. Мне было страшно. То есть мне обычно после второго становится страшно, но как бы после 11-го я уже все, я сдался. Вот, да. В коде это выглядит достаточно просто. Также есть волшебные другие операторы, кто знает про debounce. О, видите? Окей. Вот это, кстати, тоже одна из проблем. Он тоже довольно простой. Я просто хотел показать, что не все они один к одному идут отношения, то есть данные могут по-разному происходить. Да. debounce, он занимается тем, что если у вас ивенты идут очень часто, и, например, вы хотите получать только там раз их в 300 миллисекунд, вот как я здесь, то debounce позволяет это сделать. То есть он смотрит, кто последний пришел за последние 300 миллисекунд, если ничего нового не придет, он отдаст. Если пришло, подождет. Вот. Их можно комбинировать. Вот, да, такие графики тоже есть. Самое страшное начинается здесь. Это я только самые основные вывел, то есть как бы все остальные мне просто, я не знаю, мне бы не хватило бы и лекции, даже может и курса целого, чтобы рассказать. Тут как бы, да, я выводил те, которые я хотя бы использовал, ну или хотя бы понимаю смысл. То есть есть такие, которых я без документации и талмуда со стек оверфлоу понять не могу. и вот тут началась как бы проблема RxJava. Проблема ее в том, что вот в ней очень много операторов. Кто знает разницу между flat map и switch map? Кто это сможет рассказать? Вот, видите, один, два человек. Не стесняйтесь, не бойтесь, покажите, вы герои, вы сможете раскрыть правду. Да, на самом деле, то есть разница, то есть чтобы в ней докопаться и ошибиться там было вот как очень легко. И это был один из неприятных моментов. И для меня RxJava всегда в этом плане было очень сложным решением. Вот. Окей. Создание Absorb и всяких прочих было на самом деле намного проще. Тут все было хорошо. Куча всяких способов. Я не знаю, кто всеми им пользовался. Вот. Есть один волшебный способ, с помощью которого можете создавать свои собственные Absorb. Кто этим занимался? Вот. Ну, чуть-чуть больше рук, чем те, кто знает, что разница между SwitchMap и FlatMap. Вот эти два человека знают. Да. То есть можно создавать свои собственные операторы, адаптеры к каким-то существующим решениям. То есть вы, например, здесь я сделал простой пример, с помощью которого нагенерил случайно данные. То есть, как видите, делается это не очень так-то и просто. То есть вы создаете эмитер, туда запихиваете что-то. Эмитер тоже волшебный класс, который каким-то образом соединяет все это. Я не буду уже углубляться. И вы можете, соответственно, выйти. Вот. Ну и в итоге вы получаете какой-то волшебный ваш Absorb и у вас все хорошо. И тут как бы я когда использовал RIG Java, в принципе, эти операторы меня всегда пугали. Следующий момент, который меня в RIG Java пугал, это Backpressure. Кто сталкивался с проблемой Backpressure? Это тот же человек, кто знает про Switch Map и Flat Map. Он, по-моему, все уже подергал в RIG Java. Окей, да. Короче, Backpressure это проблема, когда у вас события, приходящие из потока, приходят намного быстрее, чем вы способны их обрабатывать. То есть это какое-то вот, ну да, касание по экрану, это яркий пример, например, когда вы на каждое касание по экрану пытаетесь какой-то сделать сумасшедший расчет. Вот. Мы уже видели этот с вами график, то есть, ну вот представьте, что у нас, в принципе, происходит что-то такое. Вопрос, что в этом случае какие проблемы могут быть? Да, out of memory, соответственно, могут быть лаги, потеря кадров, ANR, и, короче, все, что угодно может пойти. Вопрос, и тут вставал вопрос как бы очень сильный, что с этим делать. Если у вас был Absorable, он не поддерживает Backpressure, он падал просто, как бы, они все решили просто как бы, не знаешь, что делать, падаешь. Вот, но потом сразу был Flowable, чтобы эту проблему решить. Flowable, это тот же Absorable, просто он умеет работать с Backpressure. Он имеет три политики по тому, как обрабатывать все это. То есть политики довольно простые, либо это группировать, батчинг называется, какая-то группировка, баферинг, он тоже каким-то образом это буферизирует, и потом что-то начинает с этим делать. Ну и просто терять ивенты. Все очень, как бы, подходы простые. Чтобы батчить, у него есть методы с названием бафер, это самое странное для меня было. Вот. Они умеют делать, то есть разные политики, то есть буферизировать, то есть собирать какими-то их пачками. Потом вы такую можете сделать штуку волшебную, но, а, делал штуку, да, но соберет вам их в какую-то коллекцию, то есть в ней будет до 100 элементов, ну если у вас меньше 100 элементов в потоке данных будет, то получится так, но как бы в чем есть проблема, кто знает? Ну, не, но оно все равно, то есть хотя бы не дает терять ивенты, да, что как-то не знают. Вопрос просто, если у вас как бы есть гарантия того, что у вас поток настолько прям генерит ивенты и вы сотку соберете быстро, хорошо, но просто если ваш поток может генерить данные не быстро и не постоянно, вы эту сотку можете никогда не дождаться, он у вас будет просто вот пустой, то есть и у вас не будет капать ивенты, например, там в ваш же UI может бесконечный прогресс висеть в каких-то случаях, а в каких-то прям мгновенно все будет показываться слишком быстро. Поэтому это не очень хорошая стратегия, я как-то однажды попал в это, вот, и потом я перешел на время, то есть время это какая-то фиксированная величина, что-то вам придет, то есть может пустое, может не пустое, но что-то вы придете. Я искал что-то мне, чтобы это сгруппировало вместе, то есть ипочки операторов мне не очень понравились, когда делал два бафера один за одним, то есть это было уже неэффективно и это было уже теряло, не то было, вот, то есть, но это в принципе помогало. То есть тут то же самое, то есть приходят ивенты, но вопрос количества их уже, вот с количеством их у меня была проблема, потому что когда-то мне приходило их мало, когда-то приходило больше сотки и вот я уже не знал, что делать. буферизация буферизация она в принципе ну это стандартный буфер то есть вас собираются данные если произошло слишком много все начинает что-то с ними делать там терять их либо каким-то образом с ними обрабатывать способ кастомный методы волшебные рассказывать мне про них не хочется потому что на самом деле то есть проблема с которой с такой сталкивается это то есть ну высоконагруженные приложения skipping ну он простой то есть просто если слишком у вас много ивентов по какой-то политике которая у вас определена он начинает их скипать то есть либо последние либо первые например если вам важно обрабатывать просто последние венте чтобы отображать на экране естественно вам не нужно держать первые можно их пропустить но осталась последняя часть саджик ты про которые говорил то есть это волшебные такие медиаторы ой чуть-чуть переехала вопросы да я же правильно понял что у меня не будет проблемы с backpressure если я работаю только с одним потоком там вопрос не в потоках вопрос в интенсивности данных в котором приходят в этим потоке да но если у меня только один поток и он занимается обработкой ивента то кто туда положит ивент ну смотрите вас есть обсерва был обсерва был откуда-то наполняется данными он может наполняться данными из разных потоков вы не знаете откуда это то есть если вы как бы жестко все контролируйте вас однопоточное приложение у вас уже проблема на поточном приложении это ну невозможно сделать обзору было не потока безопасны в них можно из нескольких потоков закидывать да то есть обсерва был можно то есть например несколько псор был взять чтоб они сливались воедино и иметь или данные но и получается они тогда уже будут через какой-нибудь там скидулер все скидывать в один поток и дальше уже по игру с одной простой вот самый простой пример если взять у меня есть экран и по нему я вожу пальцем и я сразу отправляю эти венту на сервак все то есть вот сразу мне приходит тощу энд я его отправляю на сервак типа real time что-нибудь там чтобы отрисовывать как то есть клонировать грубо говоря юлай данные приходят просто сумасшедшие все с одного потока с юлай потока вот если я как бы начну их обрабатывать даже в одном потоке я просто буду не успевать то есть у меня проблема уже суть потому что то есть их приходит очень много за там за пару секунд у меня там просто переполнится у меня там уже несколько сотен наберется а если еще он и как бы это и изловчиться пользователи все 10 пальцев приложат там вообще будет веселуха вот и как бы все то есть быстро быстро происходит переполнение нужно какую-то с этим политику иметь вот как проживая будет в пайпе или или в какой-то очереди в андроиде ну потому что какой-нибудь он touch event он будет в ее потоки если я просто ну и потоки буду что-то очень долго процессе все равно было это не про потоки все равно это про стрим данных многопоточность там играет другую роль то есть многопоточность там да их легко переопределить ты можешь взять оператор subscribe он absorb он переопределить и как бы использовать и быть счастливым то есть ты можешь распределить но проблема ивентов данных она остается то есть observable он observable rx и реакция вообще в целом подход он никогда не был про он никогда не был про многопоточность ну изначально то есть реакция был подходом про стримы данных то есть он для обработки данных изначально предполагался то что его взяли в android и вот начали делать так я расскажу позже и расскажу что это не стоило делать вот но это такой маленький спойлер ну на самом деле то есть просто он в первую очередь реактив это не про многопоточность а про обработку данных то есть про обработку стримов данных то что она многопоточиться и в ней есть эти операторы это как результат чтобы делать это эффективней окей давайте тогда к сабжектом по сабжектом мы пройдемся довольно быстро в чем идея сабжектов сабжекта это такие грубо говоря медиаторы они лежат между какими-то absorbable между какими-то сабскрайберами могут каким-то образом управлять управлять данными которые в них приходят что-то добавляется и передавать их сабскрайбера их их на самом деле основных всего лишь 4 то есть это async behavior publish и replay async он позволяет доставлять вам последнее событие с какого-то absorbable либо с нескольких absorbable то есть но он доставит он только в самом конце после того как это окончится выглядит это если по схеме примерно так полезно это может быть если вам вообще не важно когда у вас что происходит вообще с потоками данных в начале то есть вам важно что тут чем это все закончится я честно ни разу его не использовал я не нашел ему применение вот ну кому-то он играет роль если происходит ошибка он ничего не доставляет даже если данные были то есть как бы ошибка и ошибка все ты знаешь все закончилось плохо следующий вот behavior сабжект тут уже интересней behavior сабжект он передает вам все данные из исходных абсорбалов но если вы подписываться него позже он доставляет вам последний вен который был перед этим я например им пользовался чтобы как кэшом для данных когда у меня уничтожался юай и что-то в фоновом потоке туда пихалась и оставлялась выглядит это примерно так то есть у вас есть сам сабжект что-то какие-то ивенты в нем происходят неважно когда вы подпишетесь какой-то какие-то данные если там были последние вы получите то есть как просто уведомить о том что это было то есть это очень похоже если рассмотреть на live дату то есть live data тоже хранит последние данные из него всегда их можете получить если они там были и соответственно будете получать новое обновление вот если вас происходит ошибка данных вы не получаете тоже все остается ошибкой publish subject он просто выступает как медиатором то есть он передает ивент из кучи абсорбалов плюс позволяет их наполнить другим опять же он больше выглядит как какой-то вариант соединение нескольких абсорбалов в один честно тоже практически не пользовался с ошибкой как всегда все стандартно то есть если происходит ошибка прочее то сона передает но и вент тоже ничего не добавляет replay subject он позволяет вам запоминать все данные и соответственно потом их доставлять то есть и неважно когда ваш новый сабскрайбер подпишется абсорбер подпишется он все ивенты к нему придут всегда вся очередь когда это нужно и вот вопрос опять же с backpressure вставал у меня когда-то была проблема то есть я таких вещей не встречал и хранить все ивенты довольно дорого особенно если вы если какой-то у вас абсерва абсерва было исходники они имеют кучу большую количество ивентов то есть опять же может out of memory произвести легко то есть нужно опять же подключать backpressure вот тут есть вопросы окей класс да не про flat map switch map окей может быть глупый вопрос если мы делаем observe он какой-то определенный поток да у нас completed работает в этом потоке он комплект и troll естественно там же отработает да на ошибку а еще раз что она 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 работает и там он error на об серв потоки да да а можно сделать так чтобы нет нет вот абсерва он это тот тот скедлеры на котором будут отрабатывать финальные ивенты и на котором он next отрабатывают то есть если такое вот как-то вот вообще не задумывался ни разу то есть вот чтобы эти венты развести возможно если какой-то сделать хитрый преобразование развести там как-то цепочку может можно типа их так что-то там страшно сделать но я к сожалению вот как то у меня просто ни разу такой проблемы не вставала у меня тоже но вот я сейчас ее придумал а это фантазия фантазия страшная вещь спасибо андон эру да ну да не но мы тут говорим про вот этот финальный именно возьму да буду в дон эрор да типа как промежуточное если что-то обработать может можно запихнуть ну как бы извините там же я тут да там вроде как порядок операторов вызова если мы вызовем до оператора он обсерва вроде вызовет статут кулбек или нет мы сейчас говорили про subscribe он обсерва он и что там на каких потоках чтобы типа а он complete на одном вызовался она на ровно другом я правильно понял вот то есть то того что ты поменяешь местами обсерва он или subscribe он тут это не поменяется эффект то есть там единственное чего чем это можно достичь вот да как сказал паша типа сделать в цепочке do on error это поможет но вызовет на сабскрайбе либо либо там можно сделать что он на on error чтобы он свечнулся в другой обсерва был и проявить всю больную фантазию ну как бы не надо пожалуйста пожалеете это не окончится 11 операторами окей хорошо давайте дальше принципе моя часть на rx и подходит концу я не сказал про rx ни разу про как про многопоточное решение почему потому что rx она всегда была решением про которое позволяет эффективно работать со стримами то есть стримами данных изначально навсегда для этого предполагалось и когда его начали использовать по-другому я не знаю что на это могли сказать создатели этого фреймворка изначально то есть но это было не так потому что на самом деле наверное процентов 60 70 кода которого я видел в начале вот начале rx а первого еще самого это было что retrofit который возвращает observable subscribe он observe он subscribe понеслось как бы вот чисто для переключения между потоками плюс там ну потом начали появляться операторы map когда их освоили потом когда начали понимать разницу что есть flat map то есть и это было таким вот путем что-то ну путь такой с копипаста со стек оверфлоу и на самом деле в итоге это превратилось в очень огромного монстра вот про монстра мы сейчас поговорим следующий пункт когда ну чем еще вот всем понравился rx java да второй пункт который про нее это множество операторов как бы очень круто но я не знал куда это вынести в плюсы минусы скорее всего это вы плюсы минус колбы хэлл был решен да на самом деле колбы хэлл решили тут круто зачет ну и параллельное выполнение переключение между потоками тоже было упрощено вопрос цены этого цена как бы высока оператора честно вот ни разу непонятно то есть я честно очень много операторов без пока я не вычитывал документацию я из названия не сразу понимал что все делаю там данным там map do on error там он complete да с этим все понятно другие у меня вызывали просто confuse как бы вот я очень ну не так часто сейчас последнее время пользуюсь rx java и когда мне нужно вспомнить название оператора который вот как раз то позволяет уменьшить частоту и ванта вот я продаю bounce я каждый раз гуглю потому либо я старею совсем быстро я не рад этому любовь в любом случае либо просто ну на самом деле это не так очевидно не так легко ловится и тут вот это одна из проблем вторая проблема опять тоже про 5 же операторы то есть чтобы вам уметь эффективно работать с рэксом вам нужно учить операторы потому что операторы это не то что есть в gdk в android sdk то есть это что-то левое это вообще не родное и непонятное то есть даже если возьмете те же там посмотрите gdk completable future да там есть часть подобных операторов но есть вообще опять с другими названиями то есть там если хотите эффективно работать вам нужно одни оператор учить для компьютер для completable future одни операторы для rx а причем и 1 2 они немножко отличаются то есть там было весело вот соответственно со всем этим очень высокий порог входа когда у меня в командах приходили люди мы работали на rx и когда они еще в rx и не были это было ну месяц-два вхождение такого причем еще вхождение немножко такого по углям потому что было больно то есть потому что нужно было учить понимать да потом стало как бы больше опыта к чему-то эти операторы сводились но было очень плохо и одна из самых страшных вещей которая всего этого происходит кто пытался посмотреть сколько промежуточных объектов создается когда работает rx кто кто знает какое число там вот очень большой то есть и это на каждый оператор там зависимо от сложности оператора то есть там от 11 до 19 промежуточных объектов может создаваться вообще а представьте если у вас цепочки то есть из этих объектов и например вы поддержите android до пятерки когда там еще дальвиг когда garbage collector на main потоки когда все это стопается представьте цену то есть стоит ли того чтобы сделать это subscribe on observe on subscribe вот этого всего по мне цена оказалась слишком высокой то есть и когда я как бы научился писать уже лучше я понял что как бы rx не то что стоит использовать для этих целей к сожалению она очень быстро разошлась то есть и тут уже было не остановить то есть сейчас я думаю если вы попробуйте посмотреть какую-нибудь там вакансию или какие-то проекты которые имеют там за собой историю они уже с rx довольно плотно осели ну либо уже не в rx настолько плотно что и новые проекты в нем пишут я не скажу что это плохо технология хороша но наверное не очень хороша для андроида в старых то есть если мы выйдем минус дикей android 80 можем вообще все на rx и обвязаться rx он полностью но сейчас к сожалению приходится поддерживать старой версии андроида ну с пятого ну там есть тонкости то есть есть тонкости парту и прочим и по времени сборки там есть то есть там такой прям крутой garbage collection они уже более-менее направились в седьмом андроиде то есть да в пятом уже лучше но кто поддерживает 41 вставайте давайте вот давайте давайте разомнемся вставайте кто поддерживает 41 но 41 или ниже 41 не вставайте стойте вы что аплодируем аплодируем человеку стой подожди не садись куда ты все сесть хочешь а 41 42 кто подержит тоже давайте вставайте присоединяйтесь 43 44 увидите есть люди ну так сушки дальше нет смысла рассказывать можно rx юзать все все с пятерки поддерживают уже да но сам слушайте как все хорошо все горят фрагментация на андроиде фрагментация самый простой способ перестать разработчикам поддерживать да вот и это меня честно всегда немножко в рыксе раздражало то что вам рассказал не знаю возможно у вас есть какая-то боль если вы расскажете будет круто мы будем плакать вместе вот я привел тут линки вы можете их посмотреть впрочем поинтересоваться что там там на самом деле довольно бурно все развивается все хорошо ничего плохого нету вот но у меня всегда было какое-то желание найти что-то лучше как все время нашел с рксом вот было желание что-то пойти дальше куда-то давайте попробуем разобрать такой пример у меня есть такой api ну достаточно простой какой-то у меня есть какой-то визуальный управлять или гид репозиториями и я хочу сделать следующее я хочу взять какого-то пользователя по и дишке взять у него первый репозиторий и апдейтнуть в нем инфу ну и соответственно запустить ее туда чтобы он апдейтнул ее вот делаю это как бы стандартный джавом способом callback hell все как полагается это упрощенный вариант то есть я делаю сначала вызов 1 передаю callback потом у меня отрабатывает callback я делаю второй вызов отрабатывает 3 callback я делаю снова вызов нет на джаве и у меня уже не помещалось сразу просто на первом callback вот это более раскрытый вариант где я еще добавил он error причем везде стабы как видите там тудушки дай бог чтобы рора не произошли будет печали вот выглядит не очень приятно в чем проблема проблема в том что фактически получается вроде бы я вызовы делаю последовательно но почему-то я должен про вот эту лесенку делать проводить callback ами что не совсем сходится с моим мировоззрением последовательного выполнения то есть по мне последовательное выполнение того так то есть я пишу код строчки одну за одной то есть написал получил результат написал получил результат что-то сделал получил результат снова то есть все то есть у меня нет лесенки как бы По-моему, это удобней. Есть те, кто против? Молчите до конца тогда. Вот. Версия на Rx будет приятней. Я хочу про корутину. Да, ну на самом деле, то есть на Rx это можно сделать поприятней. Я думаю, все знают. То есть на корутинах это выглядит наиболее приятно. Давайте попробуем переделать это на корутины. То есть тот же, что у меня был интерфейс для взаимодействия API, только теперь он переходит на корутины. То есть тут появляется магическое слово suspend. Если вы посмотрите в параметрах, у меня исчезли коллбеки. То есть коллбеков нет. Благодаря чему я это могу сделать? Вот у меня появляются специальные какие-то suspend функции. Они на уровне компилятора прячут от меня эти коллбеки. То есть если потом взять и посмотреть код, который получится в результате его компиляции, там будут коллбеки, они будут называться континуэйшнами. То есть у них будет примерно тот же интерфейс, то есть возвращение какого-то результата и возвращение ошибки. Вот. То есть под капотом ничего не меняется, но меняется от того, как мне теперь с этим работать. Соответственно, теперь мой API я могу переписать так. Все, как бы круто. Это не компилится, к сожалению. Как бы мне не хотелось, не закомпилилась сразу. И тут мне пришлось сделать дополнительно вот такую штуку. Вот. GlobalScope будем считать пока магическим словом. Минут 20 следующим, и это будет для нас магическим словом. Вот. Самое важное, что мне здесь нужно сделать, это запустить launch. Launch – это специальный такой корутин-билдер, который мне позволяет выполнять внутри него вот эти функции с модификатором suspend. Все, и теперь мой код отработает последовательно, все хорошо, и результат выполнится. Кто бы не говорил, что там про Rx, это круче. О, вот это крутой. Не надо ничего выдумывать, просто try-catch. То есть на самом деле, смотрите, в чем большой плюс сразу от Rx я получил разницу. Мне не нужно учить кучу операторов каким-то магическим образом, как все это переключать, что-то делать. То, что у меня добавилось новое, оно очень минимально. Оно добавилось на уровне языка, остальное от меня спрятали. Плюс то, что генерируется под капотом, оно на порядок эффективнее Rx, потому что у меня работает компилятор, а не делается все то, что можно сделать средствами только API. Крутешно. Вот. Что в итоге корутины из себя дают? То есть в чем их такое преимущество? В принципе, как подхода. Они легкие демон потоки. То есть это вот легкий демон поток. Вот есть процесс. В нем есть потоки. Потоки называют легковесными процессами. Вот корутины – это легковесные потоки. То есть это легковесный процесс в квадрате. Следующий уровень, да. Демон потоки, ну, соответственно, просто они не держат вызов, и как только что-то у вас прекратится выполнение программы, они тоже автоматом закроются. Они не блокируют потоки. И это их самое первое ключевое отличие. Корутины позволяют вам эффективно использовать ваши ресурсы потоков. Например, если вы сейчас, ваш поток чего-то ожидает, он не должен блокироваться, он может позволить каким-то другим операциям на нем выполняться. И как только он дождется своего результата, который ему был нужен, он продолжит выполнение на этом потоке. То есть это, по-моему, эффективное занятие. То есть с блокирующим подходом, который есть в Java, у вас единственный способ просто делать какую-то блокировку, там, не знаю, семафоры, лачи и прочее. То есть, да, и это все блокирует ресурсы, и, соответственно, вы теряете время. Но они последовательны. Последовательно то, что я показал, что у вас нет коллбеков, вы просто пишете код друг за друг другом. Из чего вообще магия корутин состоит? То есть у них тоже есть компоненты основные, которые все в эту магию включаются. Это корутин билдеры, то есть то, что позволяет вашим суспенд-функциям выполняться. Есть потом корутин контекст. Корутин контекст – это некий такой набор параметров для корутины. Потом есть корутин диспатчер, он отвечает за то, на каких потоках будет происходить выполнение. Корутин скоуп – он отвечает за время жизни ваших корутин. И потом есть ченнелы. Ченнелы мы опустим сегодня. Это непросто. Давайте посмотрим, что такое корутин билдеры. Корутин билдеров – их несколько. Самый популярный – это лаунч, асинг, но еще есть транблокинг. В чем их отличие? Ну, простой. Лаунч просто запускает и ждет какого-то результата выполнения, а синг – такой же лаунч, только он может какой-то результат вам дать. Run-блокинг – это мост между миром неблокирующим и блокирующим. Он пока выполняется ваша корутин, он будет блокировать код. Блокировать код, откуда был вызван. То есть не допустит, например, его остановки. Давайте теперь попробуем разобраться с этой магией. Какой будет результат этого кода, если сейчас запустить функцию main? Громче. Там был правильный ответ – ничего. Карусины – это демон потоки, они не блокируют выполнение, не держат ничего, и поэтому сразу скипнется. То есть просто становится выполнением. Чтобы этого не произошло, вместо лаунч нам надо сделать сранблокинг. И тогда все у нас зацветет прекрасно и шикарно. То есть получается, у нас выполняется корутина, но внешний поток, который ее запустил, он заблокируется и дождется ее окончания, поэтому программа сможет выполнить весь код. То есть, например, если бы я там вставил какой-нибудь слип на 3 секунды, он бы только это отработал. Вот. Есть еще второй вариант волшебный. Что здесь выведется? Ну, тут два варианта. Либо пусто, либо все. Все, да. Благодаря тому, что у нас есть корутина, мы ее сохранили в переменную, она, это объект джоба получается. Мы джойнимся с ней, причем джойнимся, как видите, мы из блокинга. Из run-блокинга. И в итоге, да, она дожидается окончания и, соответственно, все выводит. С async-awaitом, то есть, примерно все то же самое. То есть, я говорил, это как job, только он умеет возвращать результат. То есть, тип уже отличается. Это будет deferred. Deferred – это сабкласс джобы. То есть, ничего магии не происходит. То есть, я вызываю async, получаю deferred, запускаю await, уже не join, а await, потому что я хочу дождаться какого-то результата. Join, он просто дождется окончания выполнения, но не вернет результат. Запускаю run-блокинг. Сюда мне вернется что? User, да. Последняя строчка мне вернется результатом из лямбды и запишется в эту переменную. И потом я его могу вывести. У корутин, то есть, job это представляет этот объект, у них есть life cycle. То есть, он у них простой. Фрагмент life cycle тут как бы пока король. Тяжелее его я ничего не встречал. Кто-то встречал? Нет, классно, хорошо. Слава богу, пока ничего не придумали нового. Вот. Что с корутиной может произойти? Она, соответственно, может запуститься, выполниться, дождаться выполнения своих дочерних корутин. Про это мы чуть позже поговорим. И, соответственно, в окончании все с ней выполнено. То есть, это одноразовый объект. Он не выполняется множество раз. То есть, это примерно как с потоком. Вот. Также с ней может произойти и грусть и печаль, она может упасть. То есть, может с ней произойти какой-то exception, соответственно, она остановится и перейдет в состояние cancelled. Вот. Если посмотреть на сигнатуру метода launch, то есть, она довольно простая. То есть, в нем есть корутин-контекст, в нем есть старт-параметр, корутин-старт. Вот. И в нем есть сама лямбда, в которой будет выполняться какой-то ваш код. Корутин-старт довольно простой, поэтому мы начнем с него. То есть, он может принимать одно из четырех значений. Это enum, который может быть default. То есть, ваша корутина запустится сразу же, как только вы ее создадите. То есть, это поведение по умолчанию. Lazy – это значит, что она запустится тогда, когда вы вызовете на ней join, либо вызовете старт у нее явно. То есть, ну, каким-то образом явно ее запустите, что вам нужен ее результат. Потом есть атомарная корутина. Атомарная корутина. Atomic start – это значит, что ее нельзя сделать ей cancel до того, как она запустилась. Я не знаю, когда это нужно. Кто-нибудь знает? Расскажите. Буду признателен. И потом есть undispatched. Undispatched – оно используется тогда, когда вы хотите запустить корутину мгновенно, в том потоке, в котором она была создана. Но потом там начнется интересное… Она начнет переключаться по потокам, когда дойдет, будет доходить до suspend функций. Вот. Перейдем теперь к более интересному блюду – корутин контексты. Корутин контекст, если описать очень просто, это map-подобный объект. То есть, снизу я привел пример того, вот если взять аналог, это примерно будет похоже по тому, по API и прочим. Почему сделан свой собственный интерфейс? В map-е, например, вы не можете сделать четкого соединения, что если вы задаете ключ какого-то типа, то map-а вам даст объект какого-то типа, и не какого-то другого. То есть она вам даст какой-то общий тип, и вы не знаете приведения. Корутин контекст, он более жесткий. То есть, например, если вы передаете ключ, ключ, он типизирован, и, соответственно, вам вернется результат, то есть value этого типа. Понятно? То есть, если взять просто, я сюда передам, грубо говоря, key, у которого он типизирован стрингом, мне вернется string. Если key будет типизирован int, мне вернется int. То есть не будет такого, что не вернется any. То есть я там должен магическим образом это приводить. Вот. Элементы, которые могут содержаться в корутин контексте, они довольно стандартные, очевидные и ограничены самим API. Первый, самый простой, это корутин name. Корутин name – это просто какая-то строка, которая связывается с этой корутиной и нужна только для дебаггинга, чтобы вы понимали, что там происходит, что выполняется. Это должно быть имя, которое описывает текущую операцию, которая там происходит. Я не знаю, там upload, last. Все, фантазия иссякла. Job, она позволяет связывать ваши корутины. То есть, как я уже говорил немножко раньше, что у корутин могут быть дочерние корутины. Соответственно, чтобы это отношение держать, у корутины знает о своем родителе. То есть родители она держит через job. И вот как раз-то job есть этот. И job, кстати, это тоже возвращается к нам, мы делаем лаунч. То есть там все очень связано. Потом есть корутин-диспатчер. Корутин-диспатчер, он отвечает за то, на каких потоках будет происходить выполнение корутины. То есть вы можете это определить. Вы, например, можете сделать корутин-диспатчер, который будет только на UI потоке работать, либо сделать корутин-диспатчер, который будет там каким-то образом у вас работать произвольным. То есть это никак вас не ограничивает, и API очень гибкая в этом плане. И есть еще последний элемент корутин-эксепшн-хендлер. Это объект, который позволяет просто отлавливать эксепшн, которые не отловлены были внутри корутин, которые упали. Для чего это может быть использовано? Это может быть использовано для того, чтобы не давать падать вашему приложению, или, например, сделать глобальный логер для всех корутин. Вот самый простой пример. Но не нужно его очень активно юзать, приведет к нехорошим последствиям. То есть если вы делаете его как логер, да, но если вы просто будете типа кетчить эксепшн и не давать их выкидывать, там всякие out-of-memory эроры говорить, типа окей, просто почистить, типа насильно, не стоит так делать. Вот. Как корутин-контекст создать? Создается он, как объект, его отдельно создать нельзя, но его можно насоединять из ключей. Каждый ключ, который в нем есть, элемент, который может быть у него ключом, то есть у него там кей-элемент, и элемент, он опять же реализует корутин-контекст и все это соединяет. То есть вот, например, здесь я запускаю корутину, соединяю диспатчер и соединяю корутин-нейм. Вот эта вот сумма, это получается корутин-контекст. корутин-диспатчеры, их тоже, опять же, они ограничены, то есть их четыре стандартных, дефолт, I.O., main и unconfined. Дефолт и I.O., это довольно, ну, они очевидны довольно в плане того, что дефолт, он просто какой-то пул потоков, на котором вы можете что-то исполнять, и он всегда используется по умолчанию. I.O., он предназначен для операций с записью на диск или с чтением, вот для таких. Main, он связан с главным потоком на вашей платформе, если в вашей платформе есть такое понимание. Например, в Android есть понимание, что такое main поток. В консольных приложениях нет понятия main потока, то есть там будет, ничего не будет, там будет у вас падать, если вы это вызовите. То есть в JavaFX тоже, например, есть понятие main поток и там тоже это будет работать. Unconfined, он, короче, самый быстрый из всех, но проблема его в том, что он ни на какой поток вашу карутину не перегружает. То есть он ее выполняет прямо здесь, где есть, вот, соответственно, это теряется вся эффективность. Вот. Еще немножко про то, каким образом мы можем красиво пересоединять контексты. у нас есть, например, два контекста я вот создал. Я их могу суммировать. То есть у них перегружен оператор, я могу сделать их сумму, что я получу в результате. Какие элементы из них войдут? Не все. Ну, caroutine name и прочее они будут с одинаковыми ключами, они не могут войти вместе, то есть тут вот интересно, что будет. Войдут вот эти элементы. Проблема в том, что он, это происходит примерно как будто у вас, представьте, есть куча мап, и вы собираете эти все мапы в одну, и когда вы будете поверх другой накладывать другую, ключи будут перегружаться, то, что есть от старой. То есть тут примерно происходит тот же элемент. У всех вот этих вот объектов caroutine exception handler, caroutine name job ключами у них выступают их же компаньон-объекты. И, соответственно, они просто не могут жить. То есть фактически это как класс их выступает ключом. И они таким образом соединяются. Для чего это нужно, мы поговорим сейчас чуть-чуть позже. И тут мы остановимся ненадолго. Я не сказал, что это лучше. Ни разу не сказал. Здравствуйте. Вопросы по exception handling сейчас задавать, или можно попозже? Я здесь, вот он я. А, да. Вот ручкой машина. Сейчас тут человек спросил. Я пока ни разу не говорил, что лучше. И вопрос сказать, что лучше, что хуже. Я боюсь, что меня побьют. Ладно, шучу. Я сказал, что у него есть свои проблемы. То есть, ну, очевидно, что я показал, что они есть. То есть, как бы все их знают. То есть, я не сказал, что как бы, типа, все, вот теперь забудем RX и вот надо вот эту мантру издать. Нет. Мы поговорим про то, что хуже, про то, что лучше в конце. Да. Прошли. Да, вот он я. Вопросик. Прошли? Вопросик по exception handling. Лучше сейчас или попозже задать? Ну, давайте сейчас. Если быстро, то сейчас. Вопросик такой. Смотрите, мы запускаем launch, внутри него запускаем async, делает await, оборачиваем этот async wave try catch и у нас приложение крешится все равно. Почему оно так работает? Async await? Ой, вот тут надо код смотреть. Я догадываюсь, о какой боли вы говорите и это надолго. Лучше подойдите потом. То есть мне лично к вам подойти, да? Ну, мы, да, обсудим. Вы просто рассказываете все так хорошо, но там на самом деле не так все хорошо. Exception handling, там немножко, то есть, специфичная, опять же, тоже большая тема. Ну, я говорю, я расскажу немножко позже в конце, сделаю, резюмирую все, о чем я рассказывал и расскажу подробнее об этом. Хорошо, спасибо. Еще? Все, окей, давайте. Да. Там уже внутри себя будет управлять, я не знаю, какая у вас цепочка. То есть, только подписка на этот сабжик, но она будет работать в том потоке, в котором это произошло. Фишка в том, что диспатчеры могут, ну, работают по дефолту на common пулах, если дефолтный брать, например, то есть, или на пуль, и какой поток из этого пула будет взят для нее, вот, вот какой-то поток из этого пула. То есть, если там будет какой-то, например, там single thread pool, ну, там все очевидно, там все просто, то есть, но... Ну, в рамках своего пула, который дается. То есть, у нее есть диспатчер, диспатчер каким-то образом умеет выполнять это на каких-то потоках. То есть, этот механизм острогирован полностью. то же самое, как с Rx, со scheduler. То есть, вы даете какой-то scheduler, он каким-то образом внутри себя умеет по потокам раскидывать, выполняется. вы тоже не можете сказать, на каком потоке из scheduler будет выполнена ваш absorvable, на каком потоке он будет выполняться. на каком-то потоке из этого пула. Да. А на каком, никто не знает. Окей, давайте дальше. Давайте еще посмотрим пример. Чем завершится эта операция? А? Фантазия автора. Ну у нас опять два варианта старых. Это пример, который просто был раньше, который я немножко поменял. В чем отличие? Отличие в том, что я в run-blocking запихнул выполнение другой коррутины. Что будет? Есть другие ставки? Ничего. Будет все. Но будет все только после версии библиотеки коррутин 0.26. Поэтому надо было делать уточнение. Да, на самом деле в Kotlin коррутин, когда появились в Kotlin 1.1, представление у них было немножко другое. В 0.26 версии коррутин X, Kotlin X коррутины библиотеки, появилось такое понимание, как structured concurrency. Вот сейчас мы о нем постараемся поговорить. Вот это счастье. Почему же у нас все вывелось? Хотя, в принципе, мы ничего не блокировали таким образом, то есть не соединяли. Когда мы запускаем run-blocking, волшебным образом у нас выполняется лямбда, у которой ресивер будет коррутин scope. Как видите, здесь я global scope не писал уже почему-то, то есть мне не надо было. Никто на это не обратил внимания, то есть раньше я все время это писал. Вот. Не пришлось мне это писать, потому что как раз-то здесь у меня уже объект, который есть коррутин scope. Вот. Это я пропустил. Сейчас мы попробуем демистифицировать это понятие. Да. Само вот сейчас, вот в этом примере, у меня есть интересная штука. Вот. У меня сейчас здесь произойдет exception. Вот. Я там специально написал код, который упадет. Эта коррутина тоже падает, соответственно. Вопрос такой, а должна ли упасть эта коррутина? В которой, ну, в которой запущена была коррутина, упавшая? Почему? Так а почему она должна упасть? Она может упасть внутри себя, как бы. Хорошо, допустим, падает эта коррутина, которая на первом уровне упала. А должна ли тогда эта упасть? Нет, подожди, мы не про автоматическое, мы говорим, должна ли. Ну, канцельнуться. Ну, тут на самом деле не очевидно. Например, допустим, у меня эти обе коррутины выполняют параллельную загрузку изображений на сервер. То есть два независимых изображения, там, на разные сервера, и, как бы, почему одна должна зависеть от другой, если они полностью параллельные задачи? Это, как бы, нелогично, да? А если у меня будет не загрузка двух картинок, а если у меня будет такая, что одна коррутина отправляет текст описания какой-нибудь JSON-чик с описанием объекта, а вторая коррутина отправляет картинку, которая принадлежит к этому объекту, то есть два потока, у меня плохо написан код, вот, тогда уже больше похоже, что, в принципе, должна отмениться, если упала. Так ведь, да? Ну, по-моему, выглядит логичным. Вот это другой вопрос. Да, на самом деле, то есть, как видите, однозначного решения уже нет. То есть однозначности нет. То есть, возможно, даже если у меня выполнилась первая, или даже первая упала, то вторая имеет вполне возможность на выполнение полное. То есть, если это независимый процесс и параллельный. Даже если они последовательно будут у меня идти. И вот тут нужна какая-то политика этим эффективно управлять. Вначале была политика через джобы. То есть, все это сохранять, руками менеджать, и было не очень хорошо. Потом придумали скоупы. В чем идея скоупов? Скоупы, они похожи на... Они похожи на то, что у вас есть какое-то ограниченное время на выполнение операции. То есть, например, самый яркий пример, когда это может пригодиться, если запустите миллион корутин. Вот прям вот от души. Они же не все вам нужны всегда. Например, если у вас часть корутин служит какая-то для получения данных. Например, вы хотите получить данные, которые вам нужно сейчас отобразить на экране. Но пользователь закрывает экран. Нужно ли вам дальше ждать окончания выполнения этой корутины? Нет. Вам ее нужно канцельнуть. То есть, у вас два варианта. Либо держать все это руками, где-то ссылки на нее. Когда у вас наступит он дестрой, все это начинает выходить. Если у вас в этих корутин несколько, там начинает целая развертка, неудобно. Вот. И поэтому появился такой корутин скоуп. В принципе, если брать идею скоупов с ограниченным лайфтаймом, в андроиде она очень классно накладывается. Я вот эти штуки придумал сразу, куда их можно эффективно наложить. То есть, это activity-фрагмент, но у них явно есть ограниченный жизненный цикл. То есть, между показом и когда пользователь их закрывает, прячет или выходит полностью. Пересоздание там в config change считать не будем. Сервисы, но опять же, это тоже какие-то, они имеют какой-то лайфтайм. То есть, пока там музыкальный плеер, например, который сервис. Пользователь его слушает, потом выходит, он ему не нужен. Application, но это тоже скоуп. То есть, такой большой, хороший скоуп, но тоже имеющий право на жизнь. ViewModel, вот, он, наверное, сейчас самый популярный. Dagger 2 скоуп, тоже хороший скоуп для того, чтобы ограничивать какой-то жизненный цикл. Есть еще идеи какие-нибудь? С контент-провайдером я что-то посомневался. С Broadcast Receiver сразу отмел. Дальше моя мысль не пошла. Вот. В итоге, вообще, если взять coroutine-сколп и попробовать разобрать его, что он в себе имеет, coroutine-сколп это как бы интерфейс, у которого один метод. То есть, он просто возвращает coroutine-контекст. Все. Больше ничего. У него есть как бы методы экстеншены, методы и проперти. Из актив, который проверяет, что он сейчас еще рабочий и существует, и в нем можно что-то выполнять. Метод, метод-конструктор такой, который позволяет создавать новый скоуп. и метод, который позволяет выйти из скоупа. Ну, не выйти, а остановить все работы в нем, сказать, что он больше не нужен. То есть, вот cancel. В принципе, все. Вопрос, каким образом тогда осуществляется вся эта магия волшебная. Если взять viewmodel и попробовать на нее наложить всю эту концепцию, она получается вот такая. То есть, мы создаем coroutine-контекст, в него впихиваем джобу, с помощью которой сможем управлять любыми челдами. Мы с вами говорили уже про отношение parent-child в корутинах. Вот как раз мы создаем рутовую джобу, которая будет родителем всех корутин. Вот. Потом мы создаем dispatcher's main. То есть, мы просто не создаем, а добавляем в этот контекст. То есть, чтобы по умолчанию все наши корутины запускались вот на этом потоке. То есть, у нас такой какой-то дефолтный есть контекст. Вот. И, в принципе, суть скопа в итоге сводится к тому, что он раздает просто этот контекст всем корутинам. Он не делает ничего фееричного. Вот. Единственное, что стоит сменить джобу на supervisor job. Мы с вами уже обсудили ранее, что если в корутинах падает какой-то child, он автоматом cancel-ит все дерево. То есть, как и всех родителей, так и всех child. Supervisor job сделает так, что он не cancel-ит родителя. То есть, и позволит, соответственно, в будущем запускаться остальным джобом. Иногда это имеет смысл, иногда этого смысла не имеет. То есть, например, если у вас какая-то, не знаю, у вас есть две кнопки. У вас есть две кнопки, которые делают какую-то загрузку. Одна корутина запускается, она падает, вторая кнопка должна же работать. Наша не должна падать. Должна? Нет? Вы не знаете логики приложения. Как вы можете отвечать? Я даже не знаю до конца. Ну да, на самом деле, если они независимы, прочим, то она должна работать. Если у вас будет просто джоб, то тогда у вас она больше никогда не сработает, потому что все в этом сколпе будет не работать уже никогда. Супервайзер жоп позволяет этого избегать. Вот. В итоге, когда каждая корутина запускается, то есть что происходит? Происходит просто такое суммирование всех контекстов и создается ей контекст, в котором она выпускается. То есть в сколпе нет никакой магии. И на самом деле, даже когда придумали сколп, это было просто упрощение того, что было уже давным-давно, просто это сделали в более удобной форме. Вот. Есть еще одна хитрость, про которую я не рассказал. Есть вот такая штука вис-контекст. Она позволяет более эффективно вам свитчить все эти контексты. И происходят всякие упрощения. Например, она у вас уже блокирует поток, блокирует коррутину. Вот. В итоге, что рассказать про корутины положительного? Ну, на самом деле, достаточно много у них есть положительных моментов. Они решили проблему с управлением потоками, сделали код последовательным, без коллбек-хела. Они сделают более эффективный код, потому что компилятор этот код генерирует. И в отличие от RX, который построен глубоко на коллбеках и прочем, внутри коррутин лежит стейт-машина. Причем стейт-машина, которая умеет очень эффективно оптимизироваться в зависимости от того, что внутри корутины прописано. То есть, каким образом там это все происходит. Плюс, постоянно разработчики из JetBrains это оптимизируют, и, соответственно, это меняется и улучшается. RX, например, тот же ограничен средствами JDK, и он не может сделать что-то по-другому, потому что у них нет annotation-процессинга. А если еще RX сделать annotation-процессинг, я уже не знаю, сколько проекты будут собираться. Вот. Ну, еще большой плюс, то, что вам не нужно учиться какому-то новому подходу. Все, что есть в корутинах, с большего, это те операторы, операции, циклы, обработка ошибок и прочее, то, к чему вы привыкли, когда вы начали писать код с самого начала. То есть, ничего нового тут много не приходит. Что плохого? Я очень хотел придумать что-нибудь плохое, чтобы меня не подумали, что я пиарю корутины. Но самое, наверное, плохое, что я придумал, это то, что ваш проект должен быть на котлине. Корутины, они имеют обратную совместимость с Java, их можно вызывать из Java. Выглядит это очень больно, страшно, и не пробуйте этого. Вот. Поэтому, если у вас проект не на котлине, либо есть места, где вы хотите юзать корутины не из котлина, вам будет грусть и печаль. Вот. Сейчас, минутку. И на самом деле, да. Это я даже, ну, и опять же, у меня, когда я об этом думал, я не совсем думал, что это минус. Как бы котлин в проекте, это не всегда минус. Это как бы может когда-то у тебя есть, кто не пишет на котлине, потому что не верит в это? Ну, как видите, да. То есть, в принципе, сейчас на котлине либо большинство пишет, либо те, кто пишут на Java, все еще это какие-то legacy проекты, ну, скажем, вынужденная мера. И то даже многие мигрейтцы, впрочем. То есть, скажем, на текущий момент Java-разработка в Android, она идет на спад, и, в принципе, как динозавр уже начинает вымирать. Это уже данность, и тут ничего не сделаешь. Это примерно как вот с Android 5.0. Я думал, как бы людей будет ниже, кто 5.0 больше разрабатывает. Я где-то отстал. Вот. Ну, еще какие проблемы, да. Вам нужно учить новый асинхронный подход. То есть, корутин, они не блокирующий подход, а не то, к чему вы, в принципе, не привыкли, то, с чем вы не сталкивались. И это немножко другой взгляд на программирование. Вообще, в принципе, корутины, их взгляды были еще разработаны лет 50 назад, но вот сейчас они получили только такое развитие благодаря там Kotlin'у и тому, что там в JetBrains'е все активно их развивают, делают и пытаются продвигать. Вот. До этого они были никому не нужны. Ну, я имею в виду вот в Java, например, я про наши технологии говорю. То есть, как бы, вот тут у нас, они как бы, да, крутые, все были, решают кучу проблем, но как бы никому не были нужны. Есть какие-то языки, в которых просто подходов, кроме аналогичных, как и рутин, в силу их однопоточности, им просто не было жить как-то выполнять задачи многопоточные. Тут же JS, у них там промисы. Вот это очень похожий подход. То есть, вот, в Java считали, что как бы у нас есть потоки, нам все, ничего больше не нужно. Вот, кстати. О, вот тут, кстати, да, есть еще прикольная штука. Как вы думаете, сколько потоков вот в Java вы сможете запустить, там, не знаю, на Galaxy S9? А, ладно, возьмем какой-нибудь китайца с 12 гигами оператива там. Ну, запустите вы потоков, ну, тысячу-две в лучшем случае, то есть вам хватит. Это если он, прямо вы там все выкрутите флаги во все максимумы, там, вообще просто. Вот. И все, то есть дальше вас будет падать. Потому что потоки, это дорогой ресурс. Один поток где-то занимает около 3 мегабайтов оперативки, пустой, который ничего не выполняет, ничего не делает вообще. То есть это ресурс, который постоянно что-то ест. Карутины, это более дешевый ресурс. То есть карутины, там, они пускали их миллионами там прям. И они все работали, и все шикарно. Под капотом джевовые механизмы, но все правильно оптимизировано. То есть они работают на старых механизмах, просто они очень четко переиспользуют потоки. Я говорю, то есть если джевовый поток, он блокируется, карутина, если понимает, что сейчас тот поток не нужен, она его освобождает, дает кому-то на нем работать. Вот в чем большое отличие. Нет. Нет, смотри, допустим, у меня есть операция, и я вызываю на ней там слип. Все. А у меня этот поток засыпает, и он никому не отдастся. То есть или она чего-то ждет, что ей нужно жестко дождаться, например, какого-то колбека от другого потока. Я этот поток отпустить не могу, иначе как бы я потеряю, и все. То есть мне нужно потом каким-то магическим образом все это соединять. В карутинах из-под капота сделано, что ты можешь это отпустить, потом вернуться в этот стейт и продолжить. Она отдаст управление, да. То есть еще большая очень разница в том, что блокирующий подход, он, например, многопоточный, живой, он развит с тем, что у тебя поток может остановить твою программу выполнения в любом месте, ты даже не знаешь в каком. То есть поэтому, например, мы там делаем какие-то там вещи, там синхронайз блоки и прочим, блокируем вход в эту секцию, потому что мы не знаем, на какой строчке у нас может остановиться код. Карутины идут к тому, что у них есть вот эти вот суспенд-функции, и только в суспенд-функциях ты можешь потерять управление, оно может уйти кому-то другому. То есть ты контролируешь точки. То есть ты имеешь больше контроль. То есть да, это построено на средствах Java. В Java есть проект какой-то там, я не помню, как он называется, если кто-то знает, подскажите, которые хотят сделать легковесные потоки вот а-ля Карутины прямо в JVM. Проект существует очень давно. И вообще там они все обещают, типа, что они в следующей Java его включат, в следующей Java его включат, но эти обещания уже слишком долго, и уже никто не верит, что это будет. Но оно опять же построено поверх стандартного механизма. То есть разработчики с большой Java, они все типа говорят, что Карутины нам не нужны, мы будем ждать нативного решения с JVM. Ну, могут ждать. Я не знаю, просто Java сейчас все каждые полгода выходит, я даже не знаю, в какой версии ждать. Вот. Ну, на Android, да, на Android там вообще, это вообще печаль. Вот. Я не знаю, если вы можете рассказать про какие-то минусы Карутин еще, расскажите. Да. Там можно подменять диспатчеры на блокирующие, которые блокируют поток. Просто что все диспатчеры ты подсовываешь, которые будут блокировать поток, и фактически будут однопоточные у тебя. Все Карутины станут однопоточными блокирующими. Вот. То есть абсолютно аналогичный подход используется с Rx. Тоже, опять же, там подпих... Там, да, то есть когда ты подпихиваешь скедулеры, в тестах ты заменяешься скедулерами, которые однопоточные и блокирующие. Да, то есть абсолютно тот же самый подход. Этот подход работает со всеми многопоточными, со всеми многопоточными приложениями, просто потому что по-другому никак. Да, да, у нас по кровати. То есть есть и библиотеки, которые позволяют и макировать нам функции, и все это поддерживается. Впрочем, то есть это достаточно обширно уже интегрено. То есть это не что-то там, что какая-то магия в коробке. Нет. Но как бы, например, в Карутинах есть большое отличие от RxJava. То есть если у вас RxJava упадет, кто это деба? Кто пытался найти ошибку? Вот. Это жесть. Это очень тяжело, это нереально. В Карутинах то же самое, не расстраивайтесь. Но JetBrains очень активно работает. Они, например, в 1.1 уже сделали возможность ретрейса стеков. То есть вы можете взять стек трейс, который вам придет, сделать его ретрейс и получить более-менее читабельный и понять, что где-то происходит. Также идут активные разговоры о том, что будет спец плагин, который может сразу стек трейса разворачивать и давать вам их. То есть они в плане своего инструментария, впрочем, понимают проблему, которая есть, и стараются с ней как-то работать. То есть в RxJava они просто такого сделать не могут, потому что они не работают на уровне компилятора. То есть у них даже нет таких возможностей. И вот. Я просто, ну я не знаю, для меня это тоже всегда было болью, что как вот развернуть эту ошибку. Вот. Да, сейчас мы давайте немножко завершим. Да, тут еще вот есть пачка ссылочек. Есть такой волшебный чит-шит, то есть его сделал Мартин Москало из Котлин Академии. Вот такой хороший человек, который активно рассказывает про Котлин и про все-все-все. За денежку, правда. Мы делаем бесплатно, в отличие от него. Да, и бесплатно мы это делаем, вот, например, в Котлин-школе. 20 февраля мы запускаем первый курс по Котлину от сообщества Белорашн Котлин Юзер Групп. Надо что-то покороче. Ну, кук. Да, это абсолютно бесплатно. Партнерами нашими выступает JetBrains, Space и Juno. Вот. Про что мы будем рассказывать? Мы начнем рассказывать про все, начиная от каких-то вещей базисных, заканчивая всякими погружениями в карусины и прочим. Курс рассчитан на людей, которые, в принципе, уже знают программирование. То есть, если вы не знаете ничего, думаете начать с Котлина, так не получится. Котлин пока не самостоятельный язык, ему нужно на кого-то опираться, и вот поэтому мы сейчас ориентируемся в таком крыле. Мы ищем всех. Менторов, лекторов, людей, кто будет все это слушать. Без них нам будет плохо. Приходите, не пропустите. Всю информацию вы можете найти на сайте. Вот. У меня три вопроса, извиняюсь. Давай. Первое, это, вот ты писал, вернее, говорил, когда рассказывал про Rx, что мы можем взять оператор debounce, к примеру, и, я не знаю, какой-нибудь текст, который мы натапиваем в edit-тексте, начинаем отправлять запросы, не сразу, а через какое-то время. Вот, например, если мы пишем на корутинах, как нам это сделать? Вот. Это дальше будет чуть-чуть. Ну, в принципе, это сделать можно, и относиться к этому будет легко. Я, да, то есть, ну, я расскажу чуть позже про это. Так, второе, это в Rx все операторы, они, ну, как бы работают со стримом, с данными, которые приходят. И, да, как ты сказал, создается много объектов за счет того, что у нас иммутабельная коллекция на каждый оператор создается. Но если, например, мы в корутинах будем работать тоже с потоком данных, не знаю, список юзеров с репозитория, и нам тоже их надо замапить, там, возможно, заплотмапить во что-то, мы все равно будем использовать, я надеюсь, не ForEach, а Kotlin-овские стандартные коллекции, и они тоже под капотом иммутабельные. То есть, по сути, overhead по памяти плюс-минус где-то будет такой же. Промежуточных объектов меньше будет, чтобы эти операторы завести, вот что самое главное. Ну, в принципе, это на ирочем... Ну, ты готов заплатить за, как бы, операцию, которая действительно у тебя выполняет то, что тебе нужно, вот там, например, маппинг сам, то есть ты готов за нее заплатить. Конечно. А за промежуточные всякие, как бы, куча посредников, которые просто создаются, чтобы все это осуществить. Как-то не очень приятно. Как налоги с тебя берут? Ну, плюс-минус все равно. Представьте, 30% налогов. Если коллекция большая, там, на, не знаю, 100 объектов, если дополнительности зададутся еще 19... Ну, понятно, да. Есть везде какие-то проблемы, которые нельзя универсально решить. Вот сейчас финальная часть будет об этом тоже. И последнее, наверное, больше про твои отношения. К рутины это частично, наверное, можно назвать только языковая фича Котлина, потому что это все-таки фреймворк, экспериментал, он был написан, он как будто бы сбоку. Но он уже не экспериментал, он уже стейбл часть языка. Уже не экспериментал, с 1.3 он уже стабильный, да, но так или иначе он как будто бы так вот сбоку. Например, в том же Go... Нет, он не совсем так. Идея в том, что авторы языка, ну, я про ребят из JetBrains, они не хотели делать какие-то асинхронные подходы на крутинах жесткими, прямо впихивать, как язык. Например, в C-Sharp есть асинхоуэйт, и он на уровне синтаксиса языка есть. Они не хотели такого. Они поэтому на уровне синтаксиса языка сделали только вот понятие suspend функций и минимальный API. Все остальные подходы, а-ля, как там, асинхоуэйт, вот, через лаунч, вот эти, гол-ту, вот, аналоги промисов, прочее, там, секвенс-билдеры, они это сделают библиотекой, чтобы это было сбоку и не являлось частью, чтобы это не было насильно, вам не тянулось. Например, если вы хотите сделать какой-то свой асинхронный подход, который вы выдумаете, и вам коррутины в этом помогут. Коррутины на уровне котлина самого языка, стандартной библиотеки, они покрывают только операции с коллбеками, то есть вот эти вот континуэйшны и прочим. То есть они закрывают вот эту проблему. Все остальное, это специально было сделано, не встраивалось в язык. То есть это, это... Ну я больше, наверное, просто про то, что в Го, например, там, в C-шарпе, а синхронный подход это вот прям часть языка, это рекоменды-то прочь. Здесь ты можешь писать на тредах, а можешь брать коррутины. Соответственно, ты будешь ходить от проекта к проекту. Нет, про коррутины они прям вот топят. Но я говорю, у них это специально была цель, чтобы не делать эту часть у языка, а рядом библиотекой. То есть они это специально делали. Они это не потому, что у них какой-то там эксперимент, как Android Extension. То есть нет, у них это просто специально была цель, чтобы минимизировать влияние какого-то асинхронного подхода на язык. Потому что Kotlin 1.9 мир может поменяться за 6 лет, вот спустя сегодня. И какие-то другие асинхронные будут подходы. И если это было бы зашито на уровне языка, а то, что в Kotlin есть обратная совместность с прочим, они бы не смогли это выкосить просто, потому что им нужно это обеспечивать. Либо им нужно было тогда мажорную версию менять. Тогда бы начался вой, что типа они все рухнули, новый Swift, они опять каждый релиз все нам рушат. Нет, то есть они этого не хотят. Их идея была как раз-то в том, чтобы минимизировать это. Если, говорю, то есть захотите новый асинхронный подход, просто напишите рядом в свою библиотеку, вы его вставите, он полностью хорошо с этим механизмом вставится. Не, ну к рутины тоже потом, если вдруг что-то изменится, нужно будет переписать, тем самым поломав backward-computability. Ну, если это есть на уровне модификаторов языка и прочего, ты уже имеешь какие-то завязки. Окей. То есть ты просто так чего-то убрать из стандартной библиотеки, из языка не можешь, потому что у них есть жесткий контракт, под которым они подписали, что мы обеспечим обратную совместимость. То есть все, что у вас написано на Kotlin 1.3, например, оно будет работать на Kotlin 1.28. То есть только на Kotlin 2.0 не будет работать, на мажорной версии новой. у них обратная совместимость это кей-фича языка. Окей, спасибо. Да, есть еще один вопрос. По поводу операторов, ты приводил это как минус для RxJava и как плюс для... Я не так, ну не в такой формулировке. Хорошо. Большое количество операторов, которые придется выучить, чтобы работать с RxJava, и ты приводил минус RxJava как плюс к рутинам. Но операторы же появились не просто так, они решают определенные задачи. То есть как вот в случаях, когда там надо дождаться двух потоков, разобраться вот у этого ошибка, у этого не ошибка, что в этом делать, фактически с коррутинами тебе придется по новой изобретать эти операторы. Ну, не все из них, наверное, пригодятся, потому что у нас все-таки не RxJava, но какие-то из вещей, которые были в RxJava, тебе придется все равно их перепридумать или найти стороннюю библиотеку, где уже кто-то за тебя это сделал. И все равно придется их учить. Разве нет? Первое в том, что не все это придется учить, потому что, во-первых, подход немножко другой и обработка каких-то вещей по-другому происходит. Это решено в языке на уровне уже самой стандартной библиотеки коррутин. То есть даже тех же потоки, коррутин, мерзжа и прочего. По поводу библиотек, у меня ребята, коллеги мои из питерского офиса в EPUM заморочились уже этим и сделали, типа, чтобы переход был более гладким с Rx. на этом написали операторы. Я эту библиотеку ревьювал, честно, она очень простая получилась. То есть на самом деле ничего сверхсложного, архи такого, например, что даже самому можно было бы не написать, я там не увидел. То есть это, опять же, лишний раз говорит, что не так страшна болезнь. И они писали не все операторы, только самые основные, которые они используют. И вот как раз-то получилось там не так-то много. Плюс какие-то операторы, я у них спрашивал, почему они включили, они сказали, как бы, все делается легко, стандартным путем. Просто переписать одну строчку на вторую и все как бы работает. То есть не нужно ничего делать. Поэтому, если захотите переходить, можете воспользоваться. Понятно, спасибо. А еще вот про операторы. Я говорил, что то, что их много, это хорошо, но то, что они не совсем очевидны и понятны по своему названию, впрочем, вот это плохо очень. И их слишком много разнообразия, и я вот, ну, в них легко запутаться. Если ты прям как мантру не учишь, либо, как я не знаю, я видел разработчика, у которого вот просто, разверткой вот на столе висело все это. Как вы знаете, для зрения проверяют, у него вот так вот висело. Помнят ли он все операторы? Хотел уточнить вопрос такой по поводу лупера. В общем, мы создаем трет, в нем сделаем лупер-препер и лупер-луп. Далее мы создаем хендлер какой-то, который в этот лупер вложит какие-то экшены. Правильно? Далее лупер обрабатывает и передает обратно в хендлер. Ну, то есть, по очереди пробегаются. Не в лупер, в месседж-кью кладется. Ну, да, да, в месседж-кью. И далее лупер их обрабатывает и дает обратно в хендлер. Правильно? А что происходит дальше? То есть, хендлер передает в лупер мейн-треда? Ну, смотря с... То есть, у мейн-треда есть просто свой лупер. То есть, это никак не связано. Просто вот подход хендлер лупер это вот классический подход Android потоков, то есть, благодаря которому позволяет на этом функционировать. То есть, лупер можно создать своего произвольного потока, который будет работать в бэкграунде. То есть, хендлер лупер это просто способ создания бесконечной цепочки обработки каких-то сдач. То есть, Это примерно такой экзекьютор в один поток. Я не знаю, ответил на ваш вопрос. Ну, то есть, хорошо, а как после того, как у нас из лупера в нашем созданном трейде, передается в хендлер, и дальше у нас должен поменяться UI, то есть, например, setText, то есть, что-то должно поменяться. Так у вас просто, ну, хендлер, он как, он складет сообщение на какой-то лупер, и потом ему просто в какой-то момент это вызывается обратно, то есть, на нужном потоке уже, и он это обрабатывает. То есть, хендлер просто как посредник между этим, то есть, он избавлен от того, на каком этом потоке проект может говорить, вот мне нужно это обработать, и когда ему нужно, ему это просто говорится, типа, можешь обрабатывать, вот ты сейчас на правильном потоке. То есть, хендлер, грубо говоря, привязан к потоку, который в трейде, да, у нас? К луперам, с лупером. Он с лупером связан, а у лупер жестко связан с каким-то потоком. Спасибо. Окей, так, ладно, давайте двигаться дальше. Чуть позже, давайте у нас еще есть кое-что обсудить. Вот. Какой бы вы подход не использовали, про что вам нужно не забывать, это что вы все равно остаетесь в каких-то проблемах. То есть, это все равно есть и шар, и стоит, который у вас может испортиться, независимо от того, что вы используете. Стандартные способы нет. Дедлоки, лайвлоки, меморелики. Меморелики, опять же, они идут все стандартные. То есть, заметьте, когда вы работаете либо с Rx, либо с коррутинами, у вас всегда есть там либо лямбды, либо object expression, либо анонимные классы, если, например, в Java. И это все ведет к каким-то утечкам. То есть, вам не нужно забывать, то есть, правила не меняются ни при каком синхронном подходе, они справедливы везде. Поэтому про это не стоит забывать. Вот. Все. Но вот тут мне хотелось бы вам сказать самое главное. Сегодня я, наверное, не рассказал каких-то сверхкрутых вещей про то, как работать под капотом. То есть, я знаю, возможно, из вас сюда пришли люди за чем-то более другим. Единственное, что я хотел показать и хотел вам рассказать в том, что за свой опыт я видел много людей, которые брали библиотеку, там вот типа коррутины, все, классно, сделаю лаунч, запущу, все пойдет асинхронно, все будет работать. И как бы то, что работает под капотом, не нужно это делать. С Rx было примерно то же самое в начале. Вот как я говорил. Получая обсервбл из ретрофита, subscribe on, observe on, subscribe, понеслось, все хорошо. Но нужно понимать, о чем все эти вещи служат. То есть, обсервбл всегда было про обработку стримов данных. Вот как мне уже задавали вопрос, с коррутинами этого не сделали, потому что коррутины не позиционируются на стримы данных. Их задача выполнять операцию асинхронно, многопоточно. То есть, дать возможность это использовать в мультиплатформенных проектах. Но их задача другая. Даже то, что говорят типа, что вот есть ченнелы, про которые мы опустили, потому что ченнелы тоже довольно тяжелая тема. Они еще даже в experimental, они не вышли в stable. Они схожи с обсервблами. Но, опять же, они не обсервбл. Потому что обсервбл имеют понимание того, что у тебя может быть backpressure, обработку этого, прочие вещи. Ченнелы, они про коммуникацию между коррутинами. И они являются одной из частей обработки шар-стейтов. Очень важно. Хотя через них можно построить и стримы данных. Но не такие, как это будет в Rx. То есть, первое, когда вы что-то пытаетесь заюзать, вам нужно очень четко понимать, с чего вы хотите достичь. Если вы хотите свечнуть потоки, может, вам не нужна Rx Java. Или вы хотите создать unmodifiable collection, а для этого тянете весь Apache. Как он это называется? Guava. Все, Apache Guava тянете. По-моему, цена велика, чтобы использовать одну операцию, и нужно соизмерять. И сегодня я хотел вам занести главную мысль. То есть, неважно, какой вы подход выберете. Rx Java, коррутины. Будете стандартными вещами юзать. Это работает всегда везде хорошо. Вопрос, что вы должны понимать, что вы не делаете overhead для своей задачи. Вот на самом деле, тут надо четко, опять же, понимать. Например, у меня проблемы с дебаунсом не было. Проблема в том, что он у меня есть. Но он у меня есть на UI слое. На UI слое, где у меня architecture company с live data, через который у меня проходит дебаунс. И у меня до live data написан дебаунс. Когда мне нужно, он у меня уже вкидывает это в какой-то слой даты. А на слое даты у меня работают коррутины. Это, то есть, когда уже обмазался Rx, да? Ну, просто, например, у меня сейчас на проекте происходит как бы этот процесс трансформации из Rx в коррутины. Ну, мы это делаем постепенно, во-первых. У нас не цель, типа, выпилить Rx в Java. Потому что это удобнее, честно, вот, это удобнее. Да, у нас, у нас, вот, у нас очень была, например, жесткая проблема есть, что у нас поиграли с библиотеками. То есть, такие, о, Rx, круто, модно. Повкидываем такие, а, все, дайте мне новую игрушку. Вот, хочу новую игрушку. Ну, нет, то есть, с коррутинами мы, как бы, то есть, ну, не идем таким, что именно прямо жестко они пропитывают, начиная от приложения. Потому что, например, я видел приложение с этим, с синдромом Rx головного мозга. Это когда прямо там у тебя вьюха, вьюха там сразу с Rx binding, она там в observable, потом в презентер или там во вью-модель, из презентера это в репозиторий, слои такие цепочки сквозь все приложение, и такое потом обратно. Это вот MVI, да, вот, нет, есть MVI, это выстроено четко в архитектуру. А есть кто просто это вот делал таким вот кругом, вот, без MVI, то есть, я у них спрашиваю, какая у вас архитектура, там ни разу не было про MVI. Если, наверное, сказали, что у меня MVI, вопросов бы не было. То есть, я просто спросил, типа, почему у вас так? Мы увидели, Джека Вартанов сделал Rx binding, надо втянуть, круто, он плохого не посоветует. Но Джека Вартанов тоже, он, короче, он сначала топил за Rx, теперь все, теперь как к рутины. То есть, видно, в гугле, он поменяли как-то, мировоззрение, подкрутили там что-то в настройках. Вот. Это была единственная цель, которую я сегодня хотел донести. Извините, что если кто-то не получил то, чего хотел узнать, подходите, я расскажу. Потому что впихнуть даже в полтора часа рассказ о многопоточности, я очень потратил много сил, чтобы все это вам рассказать. Потому что о многопоточности я не знаю, сколько мы можем говорить. Я думаю, мы сможем отдельный курс по нему сделать и проговорить. Потому что люди по ней защищают две докторских и пять семей кормят. На самом деле мы, ну, этому нужно учить. То есть, да, проблема, как бы, порой бывает. Но на самом деле в карутины войти не так-то тяжело. И они хорошо документированы и прочее. Ну, на самом деле, а с Rx не было такой проблемы. Я не говорю, что как бы это... Ну, кто-то пытается ищет людей, которые ему будут... Вот я видел, да, кто будет писать ему Android-приложения на этим... на скалу. Я видел таких. У них вообще там проблемы? Вот ты говоришь как бы про карутины. Вот у кого проблема. Вот, на самом деле, ну да, то есть, какая проблема сейчас найти людей, которые умеют писать на Котлине? Ну да, но вопрос, насколько легко это перейти. И насколько это востребовано. Ну, я не знаю, для меня, например, из того, что я знаю, и даже как я смотрел на Котлине вначале, это был такой Java, Java такая модификация JetBrains. И перейти на него было довольно просто. Карутины в силу своей концепции, впрочем, ну, мне кажется проще. То есть я не говорю, что это круче. Это моя точка зрения. Я там в Котлине все, со мной уже все потеряно, меня как бы уже не вытащить оттуда, я уже в этой завяз пучине. Но я вижу в этом подходе профит. Тут есть ребята из моей команды, можете спросить у них. Либо они меня боятся и ничего мне не говорят, либо им тоже это заходит. Вот. Ну, я говорю, то есть, я опять же могу говорить только за себя. То есть, опять же, я говорю, то есть, почему мы имеем те же MVP, MVI, MVC, MV, что-нибудь еще? Потому что всем нравятся разные вещи, всем кому-то что-то заходит. Кто-то написал свое, хочет, даже если просто вот оно, пусть будет. Хотя там, типа, MVV, MVC, он такой, нет, я хочу свое. У меня круть. Поэтому я тут тоже, опять же, не могу вам сказать. То есть, кто подумал, что я здесь хотел, чтобы вы все юзали карутины? Но они мне больше... Ну да, они нравятся больше мне. Но опять же, говорю, вы думайте о своем проекте. И опять же, я же сказал, подвел. Вы должны думать о том, что у вас происходит. Если вы, например, вот реально, вот у вас цепочки данных, там, не знаю, там, прям стримы, все, и вас это решает, прочее, вы построили на этом архитектуру, MVI, все классно, у вас все хорошо. Если вы видите, например, как у меня, например, у меня были проблемы, впрочем, я видел, что хаос, и этот хаос чем-то надо исправить, и я как бы не хотел поддерживать RxJava 1, который у меня в проекте, потому что зачем мне поддерживать вообще старое решение? То есть, что мне нужно было все равно куда-то двигаться, или в RxJava 2, причем еще даже с Rx приводить в порядок, либо мигрейтиться в Karutin и в Kotlin, который мы и так уже на протяжении долгого времени переписываем проект, то как бы зачем мне тратить больше сил? То есть, это было решение, потому что вот оно, считаю, сейчас самым, было приемлемым для моего проекта. Но вполне возможно, что я ошибся. То есть, я не могу сказать, что я такой гуру, там, ванга, как бы мне в подметки не годится, и что я вижу там на 200 лет вперед. Нет. Возможно, вы мне довезете, я завтра приду, скажу, как бы. Чего я делал вообще? На Android? Я не настолько еще, как бы, готов. Я не настолько смелый. Окей, еще вопросы? Если у вас еще что-то осталось, подходите, я с удовольствием обслужу все ваши вопросы, отвечу на них. Спасибо большое за внимание еще раз. Спасибо. 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 Продолжение следует...